Праздник главного символа страны. Сегодня в России отмечают День флага. Сократился вдвое. Государственный долг Ненецкого округа снизился до 2 миллиардов 100 миллионов рублей. Техника прибывает. В Андерму отправлены 5 металловозов и 3 экскаватора для вывоза накопленного мусора. С главными событиями этого дня в студии Валентина Чибичек. Сегодня в России отмечают День государственного флага. Впервые триколор подняли над Белым домом в Москве 26 лет назад. Официальным праздником День флага стал позже, в 1994 году, по решению первого президента России Бориса Ельцина. День рождения главного символа страны отмечают во всех регионах, от Владивостока до Калининграда. Не остался в стороне и Ненецкий округ. Хороший день. И здесь музыка играет красиво. Мне лично все нравится. А какой день сегодня? День флага. Сегодня Виктория Лобода со своими друзьями на главной площади Наринмара рисует флаг России. Коробка с мелками тает на глазах. Зато с каждой минутой на асфальте увеличивается в размерах главный виновник торжества – государственный флаг России. Его портрет, по задумкам организаторов, к концу дня должен приобрести внушительные размеры – более 300 квадратных метров. Первыми лепту в его размеры внесли городские мальчишки и девчонки. На праздник триколора они пришли с хорошим настроением и добрыми пожеланиями. Чтоб у всех всегда было хорошо. А любишь свою родину? Да. А за что? Она веселая. За то, что она большая, красивая и добрая. И пожилые люди очень добрые помогают. Пожелаю, чтоб хорошо жили. А какой флаг у России? Российский. Российский, да. А цвета знаешь, какие? Красный, синий, белый. Считается, что впервые такой белосиний-красный флаг был поднят на первом русском корабле «Орел» во время царствования Алексея Михайловича в 1667 году. Тогда белая полоса означала свободу, синяя – Богородицу, под покровом которой находилась Россия. Красная державность. Законным же отцом триколора признан Петр I. 31 января 1705 года он издал указ, согласно которому на торговых всяких судах должны поднимать трехцветный флаг. Сам начертал образец и определил порядок горизонтальных полос. Кстати, это полотнище до сих пор никого не оставляет равнодушным. Накануне праздника социологи выяснили отношения россиян к государственному флагу. Гордый за триколор испытывает более 70% опрошенных. Общая доля респондентов, у которых один из главных символов страны вызывает негативные эмоции, не превышает 1%. С днём флага сегодня жители региона поздравил губернатор Игорь Кошин. На еженедельном расширенном совещании он обратился к руководителям государственных бюджетных учреждений. Коллеги, у нас есть флаг Российской Федерации, есть флаг Нинско-автономного округа. И от того, где они размещены, на самом деле, зависит общее восприятие государственности. Поэтому просьба Андрея Владимировича не просто выполнять поручение, а чтобы реально флаги Нинско-автономного округа были во всех государственных учреждениях, во всех бюджетных учреждениях Нинско-автономного округа. Сегодня тысячи учреждений и организаций по всей стране украсили здания государственным символом, а миллионы патриотов вышли на городские площади, чтобы вместе встретить праздник флага. Каждый год они выражают свою любовь к России через главный символ страны. На сегодня самый большой российский флаг был шит в Санкт-Петербурге в 2009 году. Его длина составила 1 километр, а весил он 60 килограммов. Еще один рекорд был поставлен во Владивостоке. Во время флэш-моба жители и гости города составили самое большое живое изображение. Его длина превысила 700 метров. Наш флаг на площади Мораций тоже подрос почти до такого размера. Ведь сегодня, кроме детей, любимый триколор. На протяжении всего дня рисовали и взрослые жители нашего округа. Любовь Перевикова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Госдолг Ненинского округа уменьшился до 2 миллиардов 100 миллионов рублей. Это самый низкий показатель с начала года. По сравнению с началом августа, когда государственный заим достиг 4 миллиардов рублей, произошло снижение суммы почти в два раза. Об этом на расширенной планерке у губернатора сообщила его заместитель, руководитель Департамента финансов и экономики Татьяна Лагвиненко. В начале августа округ погасил бюджетный кредит на 980 миллионов рублей. Происходит погашение и коммерческих заимов. По словам Татьяны Лагвиненко, на прошлой неделе в казну региона поступил 1 миллиард 256 миллионов рублей. Львиную долю поступлений 1 миллиард 192 миллиона составили доходы от Харягинского соглашения о разделе продукции. Также поступили НДФЛ в размере 43 миллионов и безвозмездные поступления из федерального бюджета. Расходы за прошедшую неделю составили 177 миллионов рублей. Бюджетное учреждение здравоохранения 13 миллионов, перечислены средства. Также инвестиции бюджетные 48 миллионов. Это реконструкция улицы Октябрьской и долевое участие строительства жилья. Поддержка в форме субсидий юридическим лицам 25 миллионов. Это молоко, субсидии по ЖКХ, транспорту. Мы перечислили межбюджетный трансфер территориальному фонду обязательного медицинского страхования 22 миллиона. Социальные выплаты составили 20 миллионов. Все образовательные учреждения округа готовы к новому учебному году. Положительные заключения от межведомственной комиссии получили все 65 учреждений дополнительного дошкольного и общего образования. Об этом сегодня на расширенном совещании рассказала заместитель губернатора по социальным вопросам Надежда Дедяева. В профессиональных учебных заведениях завершено зачисление абитуриентов по обучению на бюджетной основе. В Ненецком аграрно-экономическом техникуме и Ненецком профессиональном училище на бюджетных местах будут обучаться по 75 студентов. В социально-гуманитарном колледже – 50. Сегодня продолжается прием заявлений на обучение по договору софинансирования и на платной основе. На места софинансирования, которые и на платные места, есть еще продлен набор документов до 25 ноября. То есть есть свободные места. Стоимость обучения для студента по договорам софинансирования составит от 8 до 15 тысяч рублей в год в зависимости от направления подготовки. Из бюджета округа будет финансироваться 80% стоимости обучения. Остальные 20% будет платить учащийся. Финансирование госпрограммы Ненецкого округа по охране окружающей среды, воспроизводству и использованию природных ресурсов увеличилось на 21 миллион рублей. Изменения в программу внесены на очередном заседании администрации региона. 10 миллионов будут направлены на ремонт здания, ремонт на механических мастерских. Это позволит Центру природопользования и охраны окружающей среды переехать в новое здание. 11 миллионов направят на выполнение полномочий в области охраны окружающей среды, а также переданных полномочий в области лесных отношений. 4,5 миллиона мы запланировали на исполнение полномочий в области лесных отношений, где 3 миллиона – это доставка сил пожаротушения, 500 тысяч – это авиапатрулирование с использованием легкомоторной авиации, и 1 миллион – это доставка сотрудников единого лесопространного центра в случае, если будут какие-то возгорения в лесном фонде. 1,5 миллиона рублей запланированы на очистку береговой линии в границах Нарейнмара и поселка Искателей. В рамках заключенных с подрядчиком контрактов планируется ликвидировать 23 объекта из металлолома. 4 миллиона мы запланировали на разработку проектов, прединвестиционное обоснование проектов «Берег укрепления» в границах поселков Несь и Великой Височины, что позволит в будущем уже разработать сами проекты «Берег укрепления» и обратиться в Федерацию для софинансирования мероприятий по «Берегу укрепления». Более половины вакансий в Центре занятости населения Ненецкого округа предоставлено недропользователями. В банке данных в настоящее время имеются сведения о 700 вакансиях. За последние два месяца количество предложений от работодателей увеличилось на 20%. На учете в качестве безработных состоят 547 жителей Ненецкого округа. 388 вакансий представили нефтяные компании и их подрядчики, а также организация, занимающаяся на территории округа геологоразведкой. Еще порядка 100 вакансий жителям региона предлагают предприятия строительной и дорожной отрасли соседней республики Коми. Пятая часть всех вакансий – Центра занятости, специальности в сфере здравоохранения. Основным работодателем является Ненецкая окружная больница. Всего округу требуется 140 медицинских специалистов. Из них 77 врачей, 50 работников среднего медперсонала и 13 фармацевтов. Зарплата медработников Ненецкого округа входит в пятерку самых высоких в стране. Кроме того, врачи, готовые трудоустроиться в сельской местности, могут стать участниками федеральной программы «Земский доктор» и получить миллион подъемных. Не стали заморачиваться. Неизвестные в поселке искателей устроили свалку. Покрышки от автомобиля и строительный мусор пытаются закопать в центре поселения. Самый красивый и нарядный огород в Заполярье. В Ненецком округе продолжается смотр-конкурс «Чистое подворье». В Амдерму завозят технику для вывоза металлолома. В поселении продолжает работу компания из Северодвинска КТА «Лес» по очистке Арктики от накопленного мусора. В этом году компания планирует подготовить и вывести 15 тысяч тонн мусора. В следующем году еще 20 тысяч. По оценкам специалистов компании, площадь загрязнения от накопленного мусора в Амдерме составляет 100 тысяч гектар. Объем накопленного ущерба – 110 тысяч тонн металлолома. Для вывоза части мусора компания на днях отправила баржу с техникой. Это пять металловозов и три эскаватора. В ближайшие дни в поселении приступят к очистке территории при участии местных жителей. Что немаловажно, что компания будет привлекать на работу жителей соседних поселков. С поселка Каратайки они планируют привлечь к работам 15 человек, а с поселка Амдерма – 10 человек. Это очень хороший плюс в плане того, что жители могут поработать недалеко от дома и, естественно, заработать денег. Игорь Кисляков подчеркнул, на восстановление земель от накопленного экологического ущерба Ненецкий округ не тратит бюджетных средств. Частная компания КТА «Лес» занимается как сбором, так и переработкой мусора. Об очередной несанкционированной свалке в черте города сообщили жители округа. В поселке Искатели за памятником танку Т-34 обнаружена яма, в которую сброшены старые покрышки от автомобилей. Рядом с ямой обнаружен бульдозер, который предназначен по всей видимости, чтобы зарыть яму с мусором. Сообщение о несанкционированной свалке поступило в Общероссийский народный фронт. Активисты выехали на место и все увидели своими глазами. Была вырыта яма, туда сваливаются покрышки и прочий строительный мусор. И также сразу тут стоит бульдозер, который по всей видимости ее закапывает. Потому что я прошу еще обратить внимание, некоторые покрышки лишь частично видны из-под песка. То есть их уже частично закопали. Активисты написали обращение в прокуратуру Ненецкого округа и управление имущественных и земельных отношений, по которому ведомства проведут проверку. Рассказать о несанкционированном складировании мусора может каждый посредством интерактивной карты свалок. Для этого необходимо зайти на сайт kartasvalok.ru, выбрать свой регион и отметить на карте местонахождение свалки. За три месяца на карте Ненецкого округа были отмечены 145 свалок, 10 из которых удалось ликвидировать. В субботу 26 августа в Ненецком округе стартует сезон охоты. До 15 ноября 2017 года разрешена добыча водоплавающей дичи – гуся, козарки и утки. До 20 апреля – белой куропатки. До 28 февраля – глухаря и тетерева. С 15 сентября по 28 февраля открывается охота на пушных зверей – зайца, лисицу и волка. С 10 октября по 31 декабря – на лося. По данным окружного профильного департамента, на сегодняшний день выдано 154 разрешения. Ожидается, что всего будет выдано порядка полутора тысяч разрешительных документов. Подать заявление на получение разрешительного документа охотники могут, не выходя из дома. Достаточно заполнить электронные заявления на региональном портале госуслуг. Там же прикрепить скан или фотографию плачной квитанции. Получить готовое разрешение можно по почте или лично в любое удобное для заявителя время без очереди. В прошлом году в электронном виде за разрешениями на охоту обратились только 35 человек. В этом году уже 100. Такой способ подачи заявлений удобен для работающих граждан и сельских жителей. Ведь при подаче заявления через портал сокращается срок его обработки. Через интернет можно получить и охотничий билет единого федерального образца. При подаче заявления через портал госуслуг срок предоставления услуги не превышает 5 дней. Конкурс красоты для приусадебных участков. В Ненецком округе продолжается второй окружной смотр-конкурс «Чистое подворье». В этом году оценочные комиссии будут работать в 17 муниципалитетах региона. Результаты конкурса будут известны в середине сентября. В прошлом году в огородном состязании приняли участие более 200 жителей из разных населенных пунктов. С теми, кому предстоит сразиться за титул самой лучшей дворовой территории, пообщалась Любовь Пермякова. Тут, конечно, есть немножко из теплицы я покупала. Уход, конечно, ухода очень много. Лидия Некрасова показывает нам свое огородное царство. Для будущей конкурсантки «Чистого подворья» земельный участок по переулку Сахалинский – это не просто место жительства картошки, огурцов и помидор. Это еще и территория отдыха хозяйки дома и ее семьи. Для души отдыхаешь, просто когда вот все цветет, такая красота, просто душа. Я еще говорю ребятам, сделайте скамеечку, чтобы мы могли отдыхать. Еще все оборудуюсь потихонечку. Землю я, конечно, люблю. Ковыряться для меня – это болезнь, наверное, уже. Так мы выросли в своем частном доме всю жизнь с землей. Так что, и вот это вот к этому тянет что-то садить, что-то выращивать. Родительский дом, про который рассказывает Лидия Егоровна, находится по соседству. Там живет ее родная сестра, а еще и конкурентка по конкурсу «Чистое подворье» Надежда Кычина. Вот картофель уже цветет, цветочки, калиндула цветет, циния, потом бархатцы растут. У меня в основном цветы вот эти, люблю цветы, калиндулы, бархатцы. Ну, там подсолнух. Здесь выросли, здесь, на этой земле. Мама тут цветочки, это же родительский дом. Мама любила цветочки, и у нас продолжение рода, как говорится, любим все цветы выращивать. Надежда Кычина – садовод со стажем. На ее участке растет более 15 видов цветов и разных культур. Пока таким обилием растений не может похвастаться новичок огородного дела Валентина Таратина. Но женщина уверена, что уже на следующий год ее участок приобретет необычное дизайнерское решение. Цветовод начинающий. Года три, наверное, всего занимаюсь, потому что вышла только на пенсию первый год, и вот время свободное появилось. Но в этом году, конечно, все поздно. Все на месяц позднее, садили все на месяц позднее. И в конце 20-х числах июня садили. Все за погоду, да? Да, не за погоду, а паводок. Мы же затопляемое место. Несмотря на часто затопляемое место, участок Валентины Федоровны находится у реки Печора, и поздние сроки посадки, яркие цветы на огороде все-таки порадовали хозяйку. Это цветы дельфиниум, это многолетник. В общем-то, он неприхотливый. Кроме дельфиниума, на участке красуются васильки, акониты, пионы, лилии, мальва. Есть клубника, растет даже кедр. В общем, у Валентины Федоровны, как и у других жителей округа, цветет огород на зло всем законам природы. Именно такие участки скоро оценят в рамках второго окружного смотра конкурса «Чистое подворье». В прошлом году его границы расширили до регионального масштаба. Тогда участие в нем приняли 16 населенных пунктов – Верхняя, Нижняя Пеша, Волоковая, Хангурей, Великовисочная, Лапожская. Всего порядка 200 личных хозяйств. В этом году количество желающих продемонстрировать красоту своих хозяйств, по словам глав муниципалитетов, будет больше. Да, в чистом подводе у нас граждане будут участвовать обязательно. Ну, у нас любят заниматься и разведением цветов, и садить такие насаждения, которые приносят плоды. У нас люди каждый год украшают свои придомовые территории, особенно где частные дома. Это и какие-то изготовления, украшения из подручного материала, то есть вот эти камеры, покрышки, вот эти все используются. Какие-то клумбы, и особенно у нас хорошо, активно участвует население Нижней Пеши, Волоковой и Верхней Пеши. Конечно, красивые участки есть, есть что показать. Очень много цветов высаживают, ухаживают за своими придомовыми территориями. Этим летом оценочные комиссии будут работать в 17 муниципалитетах. Главным критерием оценки огородного состязания станет творческий подход к оформлению участка, урожайность, наличие домашнего скота, ландшафтный дизайн и состояние фасада. Итоги будут подведены в середине сентября. Любовь Пермякова, Владислав Носкин, телеканал «Север». Такова информационная картина этого дня. Мы следим за развитием событий. Увидеть новости можно и на нашем сайте по адресу www.trk.sever.ru. Далее смотрите прогноз погоды. Продолжение следует...